Это людям, которых мы замечаем это. Прежде всего, это он говорит внутри церкви. Своим. Прежде всего, своим он говорит. И то, что, как бы, будучи сами несовершенны, что естественны, как бы, мы тоже ошибаемся. И если я говорю другому человеку, что там я заметил так-то так, то нужно стараться с любовью преподнести, да, чтобы не уколоть. И я сам уже ошибиться не буду лицемером в этом случае? Нет. Почему? Ну, есть вещи, которые многие люди, особенно в наше время, элементарно не знают. Ну, если ты видишь, что кто-то хочет залезть на алтарь, ты же скажешь, что нельзя туда подниматься, да? Пришли там, я помню, лет 10 назад пришли свадьбу сделать, художник сразу поднимался на алтарь, свои установки там сразу поедил, поставил, и начал оттуда снимать. Вот, как будто у себя дома находится. Да? Ты же сказал, сказал, если там присутствовал, да, что так делать нельзя. Вот. Есть вещи, которые... Другое дело, если этот грех ты сам сделаешь, а вокруг себя всем делаешь замечание. Надо осуждать не человека, а грех, который совершает человек. Понятно, да? Потому что не человеке так именно виноват, а вот этот грех, который поработил этого человека и используя дело. Соответственно, тогда ты будешь уже любовью относиться к этому человеку. Но ведь человек, он ведь сам все-таки выбирает, ему пойти с грехом. Ну, многие люди, я говорю... Снимаешь ты же. Нет, в основном люди даже не знают, что такое грех, а что такое не грех. В современном мире, но выходи, люди ничего не понимают. Ну, промолчать нельзя, да? То есть промолчать. Надо все-таки сказать, надо сказать, просто надо понять, в каком виде преподнести этот человек, примет это или не примет. Уже тут нужен индивидуальный подход, все-таки. А не выходить на улицу и налево и направо, всем дать по шее и всех тащить в церковь. Хорошо, пока на сегодняшний день по поводу нашей службы задаваясь. У нас, кстати, сегодня вопросы можете много задавать. Вопросы... Время неограничено? Нет, неограничено. Сейчас задать... Нет, давайте второе начнем сегодня, по основным фессалоникийцам, или просто... Тут маленькое, три главы всего лишь. Начнем, и потом вопросы будет задать. Объем небольшой, да. Да, не будем или не начнем? Как Саш, так и сделаем. Давайте просто вопрос. Ну, давай. Можете просто вопрос задавать? Давай начнем. Давайте еще вопрос. Вопрос, ну и вот она уже такой вопрос задавала, что вообще... Извините. Она задала чисто женский вопрос, и в принципе там логика женская, безупречная. Почему у женщин нет логики, да? Нет, она очень логичная. Кстати, сегодня книгу читал по гос-патриарху Адрианопольсии. Он там про женщин не очень высокого мнения, как я понял, вообще. Ну, это он был. Только не говори, что ты разделяешь с ними. Если я еще раз прочту, наверное, буду разделять уже. И опыт подсказывает уже. Нет, мы как раз после разговора мы пришли к выбору. А, извини, сейчас вспомнил, пожалуйста. Пожалуйста, простите меня. Он говорит это, Адпольс говорит, поскольку мужчина создан из земли, когда они друг друга касаются, звука такого нет. Но поскольку женщины, они из этого ребра стоят, когда они касаются, звук такой, поэтому они такие болтушки говорят. Чему касаются? Наверное, когда вебра касаются друг друга, начинают болтать. Такой звук издается. А, понятно. Ну, это смешно было. Спасибо. Нет, то, что мне обсуждали, это было более смешно. Вот как раз она мне спрашивает, а что будет с младенцами во время второго пришествия Христа? Ну, я ей говорю, что они автоматически спасаются. И поэтому мы делали умозаключение как раз, что лучше именно рожать тогда, когда Христос придет, чтобы все дети автоматически спаслись. То есть надо вычислить, когда он приходит, рожать, и все, и все, и все спасается. Но в этот момент будет играть роль ребенка христили или нет? А? В этот момент будет? Не имеет. Не имеет значения, потому что сразу совершается суд. Но получается, вот с одной стороны, кстати, смотри, да, в этом ребенке есть первородный проект, поэтому это очень важно. Да, но будет суд уже. И так же, если взять, он только родился, он будет грешен, что он успел сделать? Да. Ничего, он сразу судится при том. Но получается, его в зал ожидания не хорошее? Там уже зал ожидания нету, там суд идет. Хорошо, туда. Идет суд сразу. И поскольку нету грехов, соответственно, он и входит в Царство Небесное. Смотрите, а вот его отпевают... Первородный грех аннулируется во время суда. Во время суда уже никакого первородного греха нету. Понимаете? В библии. Нет, сеченник говорит. Что сказали? До 7 лет детям не верят. Ну, кто-то говорит до 3 лет. Нет, 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 они не причащаются. Ну, смотря кто как. В принципе, да. То есть маленьким детям без исповеди, поэтому причащают. Маленьких детей причащают без исповеди, без ничего. А об этом говорили, что ребенок не понимают. Хотя есть 7-летние, которые все очень хорошо понимают. Но если ребенок окрещенный, они же не могут... Нет, мы говорим окрещенных только. Только окрещенные. Плачет. Да. Ну, хорошо было бы, если побеседовали, конечно. Очень интересно, и могли узнать. Ну, поскольку... Вот смотрите, когда вот люди подходят, говорят, например, вот я там в храме часто служу, подходят, говорят, вот хочу, пришел креститься, говорит. Говорю, зачем? Ну, сразу, да, они говорят... Ну, там... Ну, там... Он говорит, ну, я же армянин, да. Я все-таки армянин. Ну, как будто станет манголом. Я говорю, вы поймите, Господь наш, Иисус Христос, пришел не для того, чтобы вы были армянами, понимаете? Не для этого. То есть... И на постепенно человек вот так общаюсь, и он начинает понимать, для чего люди все-таки крестятся. Вот... Вот один человек, вот, последний раз подошел, я с ним поговорил, он сказал, я тогда лучше пойду Новый Завет почитаю, потом приду покрещусь. Он пришел на венчание, а он был некрещенным, и, говорит, я пришел креститься. Я говорю, зачем, чтобы венчаться, говорит. Ну, да. Это вообще еще хуже получается. Хотя, хотя бы традиция, это вообще еще... Обряд на обряд. Я с ним поговорил, объяснил, он говорит, я тогда пойду дома прочитаю Новый Завет, изучу, потом приду уже и о крещении будем думать, пока о венчании еще не думает человек. Надо сказать, что для классных армян в аду особое место забронировано. А к чему появились вот эти прикрещения, давать имена? Это имена как бы ангелы, хранители, то есть или покровители, святые. Из этих соображений. Вот, есть... У меня тоже нет, хотя вроде бы какая-то не взрослая, но у меня нет, тоже и второго имени. Ну, если твое имя уже есть... Армянуи есть? Армянуи, ну, Армянуи оставили. Считали, что был какой-то Армянуи, который был святой. Хотя, можно... Асказать имена, которые были святые? Нет, можно идти взять имя, между прочим. Не поздно. А как его делать? Кого взять? Надо идти к священнику, сказать... Он благословит, да? Да. Да. И какой-то святой, да, можно приезжать. А как-то вторым имена влияет на человека? Конечно, если у тебя плохой имя, все-таки не спасешься. Что за это? Я сейчас не о спасении тебе говорю, Армя. Мы сейчас говорим... Она о более практических вещах всегда говорит, да. Второе имя будет влиять только, если тебе будет жить духовной жизнью. Если второе имя есть, а духовной жизнью не живешь, тогда хоть 10 имен дадут и спасешься. Это имя, то это не просто имя дают, это святой, который начинает тебя как-то... за тебя молиться. А вот когда говорят, там, не знаю, какой-то святой, там, покровитель, не знаю, чего, там, влюбленных, там, или покровитель, что такое вообще есть? Они могут быть покровителями? Ну, это другое дело. Это молодежь, как бы, молодежь просто... Ну, на самом деле, все это относительные вещи. Я что-то в чемпионате каращила? А? Соленая лепестка, да, Алина? Твое время еще не пришло. Давайте читаем. Давайте начнем читать второе постание к фессалоникицам. У нас она там три главы всего лишь, и потом вот вопросы активно будете задавать. Глава первая. Павел и Силуан и Тимофей. В фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. Пламенеющим огне, совершающего отречения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет, прославится во святых своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Ну, начало, как обычно, похоже на первое послание, да, и на предыдущее послание. Вот. Он говорит как раз, что также в этом послании тоже, что они очень рады ихней верой, да, и говорит, что они потерпели в искушениях, в скорбях, ну, продолжает то же самое, что и говорил во время первого послания, и говорит, что было бы, да, справедливо со стороны Бога, то есть наказать тех, которые вас оскорбляют, которые вам причиняют страдания, да, и говорит, что это будет. То есть он специально начинает имена от этого, он начинает специально свое послание о суде, о страшном суде, о втором пришествии Христа, о грешниках, о тех, которые будут осуждены, то есть те, которые не познали Бога, раз, и сопротивлялись распространению Божьего Слова. То есть здесь, которые не познали, они не сопротивляются, они просто с своей стороны, они не познали, они Бога не понимают, живут как попало, умирают как попало. То есть своим поведенцем, в принципе, от животных мало чем отличаются. Есть такие люди, большинство людей как раз такие, к сожалению, да, хотя бы своей внешностью, своими ценностями, типа культурными, цивилизованностью, мы отличаемся от животных, да, огромное просто расстояние между человеком и животным, но по жизни и по жизненным ценностям практически никаких разниц нету. Поэтому первые годы, 10 лет назад, когда я еще начал преподавать в школе, мой первый вопрос всегда был этот, в чем смысл вашей жизни? Я помню этот вопрос, кстати. Всегда, вот, большинство говорили, о чем далее? Говорят, смысл жизни... Потомство оставить. Да, вот это просто мне убивало. Говорю, значит, вы от животных ничем не отличаетесь, потому что у животных тоже смысл жизни потомство оставили. Говорю, вот, кошки там размножаются, собачки размножаются. Говорю, вы же люди, говорю, как, вы же должны отличаться от от животных. Да, или давайте мы признаем все-таки, что да, мы от животных недалеко пошли, в принципе. Конечно, многие обижались, но никто не мог оправдать свои жизненные приоритеты. Да? Ну, кто-то сказал работа, кто-то сказал карьера. Но, говорю, все то, что вы сказали, они все временные. Они все временные, и вашей жизнью всегда заканчиваются. Притом, вы даже не знаете, сколько вы будете жить. Можете месяц жить, можете в 50 лет, можете в 2 часа жить всего. Значит, ваши все эти цели жизни, они фактически ни гроша не стоят. Потому что никакой стабильности в себе не могут содержать. Вот. И тогда, конечно, уже этим я озадачивал специально людей, и они уже начали думать об этом. Вот и тут апостол Павел говорит. То есть, это люди, которые не познали Бога. А есть люди, которые сопротивляются познанию Бога. Мало того, что они не знают, да, еще другим мешает, что познали. Вот он об этом уже говорил во своем первом послании, конкретно о иудеях, которые молгают, чтобы не познали Бога, еще и другим не пускают, что они познали. Это так называемые, например, воинствующие атеисты, там, всякие вот такие заблудшие люди, которые, мало того, что они сами не верующие, но и другим не дают уверовать. Конечно, они будут более, продлежать более строгому наказанию. Вот. Вот он и говорит о втором пришествии, что он придет со своими ангелами, святыми, и будет суд окончательный. И тогда уже определится, уже, кто будет с Богом, а кто будет против Бога. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего, Иисуса Христа, и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускают открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Тут он уже конкретно говорит о антихристе и как раз говорит по поводу тех недоразумений, которые возникли после первого послания, когда многие, как я сказал, начали думать, что Христос вот-вот придет. Он говорит, пусть никто вас не областит, никто вас не обманывает, никто вас не везет в заблуждение, что День Христов уже близок. Говорит, я, никто из нас никогда такого не сказал. И он приводит как раз признаки, предшественники, то есть те, которые будут перед приходом Христа, говорит, что этот день не придет, пока не начнется большое отступление от Бога, и когда, пока не придет, всем погибели. Ну, то есть антихрист. То есть пока Он не придет, Христос, Христос не придет. Понятно? То есть мы пока этого не видим, пока не видим большого отступления, и пока не видим того мирового правителя, который будет сидеть в Божьем храме и сам себе не будет объявлять Богом, значит, пока Христос не придет. Поэтому Он и говорит, если этих знамений нет, вы не должны уже говорить о временах. И вообще Он в Первом Послании говорит, что о временах судить не надо. Надо жить христианской жизнью, а времена – это уже не наше дело. Потому что никто это не знает, кроме Бога, когда Он придет. Просто есть определенные признаки, есть определенные знамения, о чем Он как раз сейчас здесь говорит, с помощью которых мы уже можем делать определенные выводы, то есть о том, близок этот день или нет. Понятно, да? Вот Он и тут характеризует несколькими словами, чем это будет сопровождаться и как будет проявляться. Вот Он и говорит, что Он будет сопротивляться и превозноситься выше всего называемой Богом или Святой Нью. Так что и во Храме Божьем сядет Он, как Бог, видавая Себе за Бога. То есть придет некий человек, который будет видавать Себе за Бога. Уже более подробно, конечно, написано об этом в книге Откровений. Там уже говорится, что Он будет владеть всем миром, как бы станет всемирным президентом или всемирным правителем. Все религии будут запрещены, будет какая-то новая религия, и Он и станет центром этого культа. То есть Он будет как Богом, живым Богом на земле. То есть сам по себе, наверное, объявит Христом или Мессией. Поэтому те, которые ждут Христа, но заблуждаются, всякие сектанты, мусульмане, иудеи, они очень многие будут уверовать в Него. Понятно, да? Это вот с этими событиями, да? Да, с этими событиями, потому что Он придет, например, будет уничтожать кресты, мусульмане сразу обрадуются, запретит свинину, мусульмане тоже будут радоваться, все примут Его, как Мессию, как Христа. Да? Вот. Тоже, святые Егови, тоже будут очень рады, как раз. Будет вегетарианцем, говорят, будет гомиком, гомики тоже порадуются. Кто его знает? Так что, так что, да, где-то, кто-то, что-то, будет всемирный гей-парад, вот, и всякие такие вещи. Наконец-то в России, да, ты не знаешь, как это будет. Да, я думаю, и Он говорит, но это, говорит, это тайна беззакония, то есть этот механизм, вот этот, эта программа, говорит, уже запущена, то есть уже готовит его приход. То есть с того момента, да, с того момента, еще 2000 лет, то есть об этом уже, то есть задумывались, но, говорит, есть некто или нечто, которое его еще удерживает. Вот это покрыто тайной, до сих пор есть разные мнения об этом. Некоторые говорят, что это Святой Дух, то есть Святой Дух сдерживает пришествие Антихриста, и только тогда, когда благодать Святого Духа будет взята из мира или из церкви, вот тогда и Антихрист придет. Некоторые говорят, что это была, например, Римская империя или некое какое-то большое государство сильное, которое удерживает, и после падения этого государства придет Антихрист. Например, русские националисты говорят, это Россия, вот когда Россия не станет, тогда и придет Антихрист. Другие говорят, нет, Антихрист придет только в России. Третьи говорят, Антихрист придет только в Америке. Четвертые говорят, Антихрист придет из Тибета, из Китая. Пятые говорят, в Иерусалим, поэтому никто не знает. О, я думаю, Он только в Иерусалим? Я думаю, только в Иерусалим придет. Нет, он-то придет в Иерусалим. Откуда он придет в Иерусалим? А, откуда он придет? Он же родится обычным человеком. Никто не знает 100%. Может, это в Иерусалим придет? Никто не знает, какой в Иерусалим. Но мы видим уже, вот здесь процесс глобализации. Есть определенные политические процессы, которые ведут к обобщению всех культур, создание какой-то единства, единой культуры, единой религии, как и коммунистическое движение, единого правительства даже. То есть процесс действительно начался. А когда этот процесс закончится, никто не знает. Но мы знаем, что этот процесс действительно сейчас, в 21 веке, уже в 20 веке был начат. Например, если в 18-17 не было, в 20-м уже эти дни приближаются. А вот сколько это будет продолжаться, никто не знает. Может 20, может 30, может 100 лет, никто не знает. Но механизм уже запущен. Понятно, да? А кто удерживатель, вот, понимаете, до конца никто сказать не может. Вот они, древние христиане, знали об этом. Он говорит, я и вам сказал, и вы хорошо знаете. Значит, они знали. А святые отцы не сохранили это? Ну, святые отцы, вот некоторые говорят, это будет, говорит, Святой Дух. То есть будет отступничество полностью, и в церковях будет беззаконие. И вот тогда, говорит, антихрист придет. Вот. Может быть, я не могу спорить, не могу сказать. Но то, что Христос говорит, что моя церковь будет существовать до последних дней, то есть до конца света, это тоже факт. Все-таки. Вот. Поэтому тут понять очень сложно, потому что, если поняли, то, конечно, очень многие вопросы получили бы свои ответы сразу. Нам что надо делать, вот, чтобы не попасться? Нам просто, если ты видишь, что, да, некое всемирное правительство, и кто-то пришел и говорит, что вы должны отречься от Христа и поклониться Ему, да, вот тогда мы можем понять, что это действительно антихрист. Они требуют от нас, вот, явно выражение имя отречения Христа. Да. То есть не просто так, а вы должны официально отречься от Христа. Я, знаете, вот как представляю, вот уже эти методы, по-моему, уже испробовали там. Конечно. Насистенно, чтобы христиане... Это было... Мне кажется, что они как-то будут обманывать вот так, чтобы человек одновременно думал, что он не отрекся, но он отрекся. Я вот просто не понимаю, как это... Нет, обман не будет, это будет четкое, открытое отречение. Вот так, да, вот? Отречение ты ставишь себе, на себе вот эти штампы. Чипоизация, это тоже к этому относится? Может быть. Взамен, вот, о чем он говорил в первом послании. Будет изобилие, будет спокойствие, будет мир, терроризма не будет, войн не будет. Но это неправда, на самом деле. Как? Как? Он спокойно. А если такое может быть, то... Конечно. Он как раз придет, и вот все бойни прекратятся, будет изобилие, будет спокойствие и мир. Вот. То есть то материальное, которое вот стремились люди, вот он это все отдаст людям. И скажешь, поклонитесь мне, и все будет хорошо. И очень многие, как раз, будут поклоняться. Если он пришел бы там огнем и мечом, так было бы сопротивление. Он придет именно так. Так, поэтому и здесь написано, что когда скажут, что, типа, спокойствие и изобилие, да, вот тогда... Мир и безопасность. Вот. Ибо когда будут говорить мир и безопасность... Это пятая глава третий стих предыдущего. Постигнет их погуба, подобно как мука родом постигает, имеющая в очлеве, и не избегнут. И сам Христос говорит, будут жениться, выходить замуж, говорит, рожать. Как в одни ноя было этого, да? Да. Жить с повседневными заботами. То есть будет спокойная жизнь. Вот антихрист как раз принесет эту спокойную жизнь, которую так долго ждали. Он сейчас сначала создают вот терроризм международный или исламский, да, создают какие-то проблемы, создают войны, да. Чтобы уже народ настолько будет уставать от этой ситуации, скажет, ну, хоть кто-нибудь пришел и восстановил бы справедливость и спокойствие. Ну, какой-то Сталин, да, вот, как бабки говорят. Но народ, наоборот, люди же привыкают. Вот. Но все хотят мира и этого. Никто же не хочет войны, никто не хочет беспредела. И вот как раз придет эта некая сила, сильная рука, и вот это все как раз установили. Вот. И все это вот, и порядок будет, и мир будет, и изобилие будет, и зарплаты повесятся, и все остальное. Сталин на вас нету. Вот, Сталин на вас нету, вот Сталин сейчас и придет. Как раз. Как случается, когда нам этот некто, нет, тоже, объект даст нам спокойствие, но взамен потребует нам отречься от президента. И не только отречься, вообще будет тотальный контроль, человек потеряет всю свою свободу. То есть человек будет уже в тотальной слежке. Эта слежка уже есть, в принципе. Ну да. Через вот наши телефоны, компьютеры и все, они все слушают то, что мы говорим. Вот. Некоторые говорят, слушают чисто для того, чтобы поржать. Например, Кличко слушает, чтобы поржать. Да? Вот. А некоторые слушают действительно, чтобы контролировать. То есть... А как могут они контролировать? Минах... Здесь микрофоны, здесь специально слушаются. Записываются. Вот. Мы же все сейчас сидим в социальных сетях. Для чего созданы были социальные сети? Чтобы контролировать каждому человеку. Я думаю, что мы приглашаем духовные беседы. Мы просто это используем для наших целей. Они это используют для своих целей. То есть они знают, чем ты дышишь. Кем ты дружишь. Что ты любишь. Какие у тебя политические взгляды. Какие у тебя предпочтения. В любой момент они могут на тебя нажать. Они всю твою жизнь уже знают. Потому что твоя жизнь отражается в твоем личке, контакте или фейсбуке. Мне кажется, что они хотят больше, что общество в целом хочет. Допустим, мы все вместе. А что каждый нас отдельно хочет, это не просто во время. Все это система. Вот все это система порабощения и тотального контроля. Поэтому и создали терроризм. Взорвали дома, эти башни. Чтобы контролировать всех. И отпечатки пальцев. И сетчатку. И это, и это, и это. И движение любого человека в любой точке зрения. Сейчас никто без телефона из дома не выходит. Все могут знать, где вы находитесь. Очень спокойно. Через путники. То есть контроль увеличивается над человеком. Каждым днем фактически. А придет время, когда будет уже тотальный, конкретный контроль. То есть мы становимся порабощенными. Человек не может в туалет ходить у себя дома. Все будет контролироваться. Понимаете? А кем будет контролироваться? Это будет правительством? Или все-таки это будет кем-то некто? Ну, в конце концов, придет некто, который через правительство будет контролировать. Он же не будет сидеть перед компьютером и следить за каждым человеком. И как-то воздействие тоже. Будет система, которая контролирует. Более того, апостол Иоанн говорит, что никто не может ни продавать, ни купить, ни передвигаться, пока не будет принимать этот знак. То есть, если ты не принимаешь, все-таки обречен. У тебя не работай, нет, ты с голоду помрешь вместе с своей семьей. Потому что ты внезаконная, если не принимаешь те условия, которые тебе предлагает правительство. Понятно? Что догибать? Не из заметного лица, допустим. Остаешься голодным, все, остаешься без ничего, без средств. Как-то потихоньку-потихоньку наличные деньги у нас и так исчезают, все через карточки. Ты что-то неплохо делал, все, твои счета обнуляются. Все, и остался без денег. Вот. Могут сделать, могут сделать спокойно. Это, кстати, фильмы есть же, вот эти сняли тиркет, вообще какие-то... Нет, я сейчас о чем, подождите, я же попросил. Там же, по сути, точно так же заняли контроль, и мы приезжаем, и говорят, шаг к лему, а не шаг к праву. Они хотят за скрыть плану помидеть? Ну, в итоге так и сделают. Ну, короче, то есть, все, о чем говорили отцы церкви, то есть апостолы в первом веке, это все сейчас осуществляется. Надо быть просто совсем слепым человеком, чтобы этого не заметить. То есть, 2000 лет назад люди говорили о тотальном контроле над всеми людьми. Об этом 2000 лет назад, даже 100 лет назад, об этом даже мечтать невозможно было. О тотальном контроле. В 19 веке, например, если в развитой Европе, если говорили, что лет через 50 будут вот такие события, там страшный бунт поднимался бы. Почему? Потому что мишление у народа было христианское. То же самое в Европе, например. А сейчас всем абсолютно все равно. Абсолютно все равно. Вот. Потому что то, что сделали в России путем, помощью грубой силы, то есть концлагеря, расстрел священников, разрушение храмов, там это сделали очень мягко, создавая комфортные условия для материальной жизни. Вот. И люди сами отреклись от Христа. Там никаких гонений против церкви не было. Поэтому сейчас в церкви превращаются ночные клубы, гостиницы для геев и так далее, и так далее. Церкви? Да, церкви. Тотально просто. Или эти покупают, мусульмане превращают в мечети. Вот. То есть в Европе идет чисто антихристианское огромное движение. А когда в мечети жалуются? На что жаловаться? За что побороться? На то и на пару. Вот. Поэтому я говорю, процесс уже идет. Процесс запущен. Вот. Остается только последнюю точку ставить. А вот это когда точка-то будет поставлена, мы не знаем. Но, в принципе, мы живем, наверное, вот эти последние времена. И он, вот, апостол Павел об этом говорит. Понятно, что 2000 лет назад этого не могло происходить. 2000 лет назад даже люди не знали карту мира, даже не знали материки, ничего не знали. Весь мир заканчивался в пределах Римской империи и чуть дальше до Индии. Про Китай не знали, например, 99% населения. И Македонский дошел до Индии, слышал только, что есть какая-то страна, так называемый Китай, которая еще больше, чем Индия, и все остальные страны вместе взяты, но он туда не дошел. То есть, а то, что касается Америки или других странах, да, или там Сибири, или Камчатки, или Японии, про японцев вообще никто ничего не знает, представляете? И они, наверное, не проговорились. И японцы тоже про нас ничего не знали. И спокойно жили. Они для себя, они тут для себя, каждый жарился в своем собственном соку. Вот. А как узнали у себя, про себя, уже вот от этого и начались проблемы. А сейчас можно знать в любой момент, что потворится в любой точке мира. То есть, идет сейчас огромное информативное вот это, то есть, взаимодействие всему миру. Мир стал очень тесным, очень маленьким предметом. А раньше не так было. Это тоже признак. Ну, признаков много. Христос говорит, будет проповедовать Евангелие во всем мире, а потом придет конец. Действительно, Евангелие в Библии сейчас самая проповедуемая, самая распространенная, самая читаемая книга в мире. Каждый год выигрывает там это место рекордов Геннесса. То есть, ни одна книга так не изучается, так не читается, как в Библии. Сколько бы, кто бы, что бы ни сказала, то есть, Библия занимает первое место. Сейчас тоже, кстати. Это, то есть, это тоже признак, то есть, это подтверждение слова Христа. Если 2000 лет назад кто-то такое сказал бы, все смеялись бы. Ну, почему? Потому что Библию знал только, то есть, как Тору, да, закон Моисей, знал только один небольшой народ, который нигде это не распространял, вот, это писание этого народа, на который никто его внимания не обращал, да. И никто не мог даже подумать, что вот такое произойдет. А сейчас это такая реальность, которая никого не удивляет, в принципе. Ну, и что, да, мы знаем, что Библия самая распространенная к Римуну. А ведь это пророчество, между прочим. И никто об этом не думал 2000 лет назад, что действительно этот проповедник, да, бродящий, может стать таким популярным. Да будут осуждены все, это 12 стих, 2 глава. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот он говорит, как раз, что очень многие люди будут любить неправду. То есть эти люди выберут... Неправду, ну, другие религиозные течения, какие-то философские течения, какую-то Каббалу или, не знаю, Маббалу. Ну, короче, всякие такие вещи будут выбирать. Об этом он больше говорит как раз в послании к Тимофею, говорит, когда придет время, когда здравым учением внимать, говорит, внимания обращать не будут, а все по прихоти своей, говорит, будут искать учителей для себя. Понятно, да? То есть по своим прихотям. Вот мне нравится это, я выбираю. Вот мне нравится заниматься блудом, я выбираю Ошо, например. Потому что у Шоистов постоянно Ольги. Вот. А в христианстве это не принято. Вот. По моему прихотю я выбираю себе учения. Мне нравятся баранины многоженства, например. Я не могу жить, я принимаю ислам, например. Понятно? Нравится. То есть кто, что имеет какие-то слабости, ты вот эти учения выбирает. Мне больше очень... Я концентрирован на своем теле. Хочу жить очень долго. Без хорошей фигуры, например. Да, я начинаю заниматься йогой, там, или не знаю чем-то. Вот. Медитировать и так далее. Тогда христианство скучно. Вот. В христианстве надо сидеть, молиться. А за это время можно ассаны сделать какие-то. Например. Выбираю какие-то восточные... Можно вопрос вот против йоги, да, церковь или что? Да. Йоги... Так, да, дитстоп. Йоги же разные. Есть физическая, которая не имеет никакого отношения к учениям. Есть там какие-то, я даже не знаю... Ну вот дело и в том, что я сам, поскольку занимался больше 10 лет йогой, и занимался серьезно, ну вот хаткой йогой, например, да. Дело в том, что когда ты начинаешь... Когда начинаешь ходить в эти клубы, да. Ну, может быть, год там ты начинаешь чисто физически заниматься, а потом они потихоньку начинают тебе внедрять в свои учения. Тебе дают, во-первых, имена индусских, вот. Вот этот, как ты будешь называться там... Вот тебе Сара зовут, теперь ты будешь Сарасвати, например. Да? А ты будешь гиптарить. Послушайте. Нет, я и говорю, а тебя будут звать Вишну, например. Вот. Все, имена менялись, стали индусскими, вот, религиозными именами, между прочим. Восточной? Ты начинаешь медицировать. Я не хочу понятиями, что ли? Ну, вот я и говорю. На это учение я даже не вникала в таком. А я внистика занимаюсь. Я вникал очень глубоко. Поэтому и знаю, я и говорю. Давайте опознавим, что считает церковь. Нет. Я хочу понять, что он начинает. Сейчас узнаем. Я и говорю, тогда послушайте. Я и говорю. Что плохого в физике? Сейчас он говорит, подождите секунду. Это не физика. Вы сейчас пошли уже на учения. Что там меня... Потому что, могу вам четко сказать, почти ни одна школа, в которой есть йоги, вот, например, в Москве, да, не ограничивается физическими упражнениями. Если они ограничиваются физическими упражнениями, я не против. Я не против. Что? Церковь не против. Но и когда к этому прибавляется уже некая духовная составляющая, которая чуждена нам абсолютно, и фактически это идет под разрез христианства, тогда это совсем другое дело. Дело в том, что просто они на физических упражнениях не останавливаются. Потому что у них есть цель, у них есть цель, именно внедрять свою культуру и религию. Вот и все. Может, любимым спортом заниматься, зачем именно йогой? Они не думают. А чем ломается паха йога? Потому что во время йоги нужно ум останавливать, не думать ни о чем. Сейчас, сейчас, сейчас. Совсем другое. Есть вот такие упражнения, называются пилатес. Они взяли эти упражнения просто чисто физически. Пожалуйста, занимайтесь пилатесом, например. Да? Что? Это йога без вот этих духовных всяких вещей, без медитации, без ничего. Это упражнения. Кстати, вот половина, больше половины всех физических упражнений. Лечебной физкультуры, это то же самое во упражнении йоги. Но мы же не упражняем, мы запрещаем ЛФК. То есть лечебную физкультуру кто запрещает? Никто не запрещает. А вот к йоге относимся настороженно. Потому что я говорю. Потому что тебе говорят, вот эту асанну сделаешь, ты должен приставить Бога-Вишну. Вот. Ты должен слияться с Ним. Ты должен его пустить к себе. Когда мы говорим о йоге, мы должны понимать, что о чем мы, о чем речь. Ну вот я и говорю. Физическая йога или просто учение, которое они привыкли. Я и говорю. Я говорю, никто не останавливается. Никто не останавливается на физическом уровне. Всегда они идут. Следующий шаг идут на духовный. Ну, наши предки, святые все, они что-то без этой йоги, они выживали как-то, да, существовали. Обязательно надо этой йогой заниматься? Зачем? Не обязательно. Если было бы обязательно, я им сказал, ребята, завтрашнего дня начинаем заниматься йогой. Да? Очень добрый. Почему-то вот... Все-таки, прежде всего, человек должен думать все-таки о своей душе, а потом теле. Можно, пожалуйста, давайте не будем спорить про него? Господь говорит, апостол Павел говорит Тимофею, что физические упражнения дают мало пользы, а духовные упражнения дают больше пользы и полезны во всем, говорит. И для души, и для тела. Ходить, купить, меньше ешьте. Что? Ходить, купить, меньше ешьте. Йогой не нужна, а не фитнес. Не вопрос похудения. Нет. Йогой вы не похудеете. Йогой не худеете. Нет, не согласна. Йогой не худеете. А чему с тобой? У меня три толстушки, мои сестры, они занимаются 10 лет. Йогой такие же толстушки. Почему они занимаются? Почему они много занимаются? Хочет, чтобы... Они целый день занимаются. И меня хотели туда потащить. Здесь ничего там делали. Я занимался, потому что тогда я вообще ничего не знал. Я изучал культуру эту и занимался. И тогда, а если не занимался, я много чего не знал бы об этом. А я зато как раз знаю. И чтобы сейчас вот так прямо, да, вот ответить? Иначе сейчас не все занимались бы, может быть, йогой. Вместо христианства. А ведь Игорь сказал не духовный, а ведь это занятие йогой. В 14-й кабинет НУРа, да? И все приходили с ковриками. Ладно, ладно, ладно. Давайте продолжим. Продолжаем. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечно и надежду благую во благодати, да утешит наши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Вот тут есть интересный момент. Он говорит, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. То есть тут он говорит о священном предании, которое, например, протестантские течения или сектанты не принимают. Они считают год, есть священное писание и все, мне больше ничего не нужно, да? А предание это потом эти церковники придумали для того, чтобы диктовать свои условия. Но тут апостол говорит совсем обратное. Он говорит, стойте и держитесь преданием. То есть не то, что вы написали, не только то, что написали, но и то, что мы вам говорили. Потому что он до этого говорит, что я же вам это все подробно рассказывал. То есть не все, что церковь учит, не все было изначально написано. Многие вещи были сказаны устно и потом были написаны. Это и называется священное предание. Соответственно, понимать священное писание отдельно от священного предания нельзя. Это будет неполноценное, неполноценное христианство. Понятно, да? Поэтому если есть христианское течение, которое отвергает священное предание, значит это неполноценное христианство. Они этого не осознавая, не осознавая это, отвергают, и при том они создают свое собственное предание, между прочим. Соответственно, даже сколько бы, какая бы махровая секта не была бы, которая типа отвергает предание, у него есть свое собственное предание. Потому что предание это что? Это опыт церкови или опыт определенного религиозного общества. У любого общества есть определенный опыт. Вот ты 10 лет ходишь куда-то, у тебя есть определенный опыт, накапливается же там, ты определенные вещи понимаешь, помимо того, что написано в их религиозных текстах. Понятно, да? А этот опыт потом пишется отдельно. Вот. Поэтому есть другие священные книги, да, опыт отцов церкови, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в совокупности это все священное предание. То есть это опыт церкви. Это опыт церкви. И взять только описание и сказать, вот, как говорил Мартин Лютерсов, скриптум. То есть, да, то есть только описание, это, конечно, неправильно, мягко говоря, неправильно. Понятно, да? То же самое закончить мединститут, не ходить ни артинатуру, ни интернатуру, сказать, вот книжка по хирургии, я книжку прочту и буду оперировать. А то, что какой-то профессор учил или сказал, он мне говорит, сто лет не нужен. Книжка есть, все, хватит. Я пятерку получил по хирургии, отлучая от вас, пойду и буду оперировать. То же самое, вот, как раз протестантское мышление. Книжка есть, хватит, все. Библия написана, написана. Не написана, значит, нам это не нужно. Ну и самое главное, они этим не могут спасаться, вот что самое ужасное, то, что у них нет опыта, да, вот. Ну, то есть, спасаться могут, но, понимаете, их неспасание становится все туманнее и туманнее. Потому что этот опыт для чего? Чтобы помочь людям, для чего они это все написали и сделали, да, для чего опыт в церкви? То же самое, если ты будешь лечить больного без никакого опыта, да, ну, вообще, ты когда пойдешь к врачу, ты болел, ты к кому пойдешь? К координатору-отличнику, который никакого опыта не имеет, или к опытному врачу, который 40 лет уже лечит людей. Конечно, пойдешь к опытному человеку, потому что у него опыт есть. А если он будет читать книгу и по книге тебе это лекарство написать? Сейчас и так в интернете все написано. Люди интернет открывают, все лечения попробуют, и когда ничего не помогает, только потом приходят к врачу. Доктор говорит, вот этот, а, доктор, я это уже попробовал, говорит, я в интернете читал об этом. Дамит, но врачи сейчас тоже недалекие? Ну, люди разные бывают, и врачи, и пациенты. Иногда они друг друга стоят, конечно. Соответственно, я просто пример привожу, чтобы вы знали, что нельзя взять вот книгу, да, любую книгу, читать и думать, что вот я об этой книге уже знаешь все, и этой книгой можешь уже делать все. Вот такое не бывает. Прежде всего, надо знать, кто такой автор книги. Автор этой книги, например, это церковь. Церковь создала эту книгу, да? Церковь создала. Откуда вы знаете, что именно четыре Евангелии? Евангелий-то очень много, почему это четыре были избранные? Церковь избрала? Откуда мы знаем, что Евангелие от Матфея написал Матфей? Ну, или и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, отвергать опыт церкви нельзя. Это погубно всегда отражается в духовной жизни человека. Последняя, третья глава. И так молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчистовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работая ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания вам нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает Слово нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот уже в третьей и последней главе он говорит, что молились за них, и что избавились от луковых людей, потому что не все люди, как бы христиане, не все люди праведные. Люди бывают разные. Есть люди, которые сопротивляются, то есть в их деле многие есть вредители. Но мы говорим, что уверены о вас в Господе, что вы исполните, будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши и любовь Божию и в терпение Христова. Он говорит, что они взяли от них пример, как они жили, и они так же жили. И видели, что они абсолютно бескорыстно живут, и никогда он лично сам никогда не хотел стать бременем для кого-то и никогда никого не эксплуатировал. Хотя имел власть, в принципе, жить за счет церкви, да, потому что любой священник как раз именно так и должен жить, и так и сказал, в принципе, Господь. Когда левитов, например, отделил и сказал, что вот левиты должны жить за счет остальных других колен израилевых, да. Но, говорит, я сам предпочел сам заработать свой кусок хлеба, чтобы для кого не стать бременем, чтобы этим и стать для вас примером, что и вы тоже вели себе так в жизни. Потому что некоторые из вас, говорит, бездельничают. Говорит, ходят, как тунеядцы, ничего не делают. И он приводит свое замечательное такое выражение, что тот, который не кушает, тот, который не работает, тот и не кушает. Это что, например, очень хорошо использовали наши коммунисты. Везде в плакатах было написано, но никто не знал, что автор этих слов апостол Павел, да, которого они очень не любили, вот, кстати. Его слова везде рекламировали. Почему они так? Ну, конкуренция же. И как раз еще говорит, что вы же, братья, не унивайте, делая добро. Если же кто не послушает слово нашего всем послания, того имейте на замечании и не сообщайте с ними, чтобы устыдить его. То есть надо их устыдить, чтобы эти люди осознавали свои ошибки и справились. Но не считайте его за врага, говорит, а в разумлете как брата. То есть тут разница большая. Поэтому не надо на человека кидаться, если кто-то из нас грешил или что-то, бить по голове, как бабки иногда вот в церкови там кидаются на людей, которые без головного убора заходят, или не так крестятся, или шпильки носят, вдруг там цокают на полу и мешают и так далее, и так далее. Люди разные бывают. Мы не должны людей отгонять из церкови, а надо их привезти в церковь. И тут еще и говорит, что он это пишет своей собственной рукою. То есть вот эта благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь. Вот это один из как раз тех, то есть слов, которым заканчиваются некоторые послания, из которых мы можем видеть, что это он сам собственноручно писал. Потому что в основном вообще-то эти послания не он сам пишет, а он диктует. И кто-то из его учеников пишет. Понятно? Поэтому в некоторых посланиях он говорит, что вот это я пишу своими руками. Вот это моя печать. То есть вот это мои слова. А есть послания, где говорит тот человек, который пишет по диктовке, что вот вас, говорит, приветствует и некто, говорит, помню, например, да, говорит, пишущий это послание. Понятно, да? То есть мы можем знать очень интересные подробности, о которых мы не обратили внимания, если мы внимательно не читали. Понятно, да? Все. Таким образом, мы сегодня сразу две послания закончили. Это очень хорошо. Вот к Тимофею поговорим как раз. Первое послание, что вопросов упал к Тимофею. На следующей неделе у нас в 4 часа будет мероприятие, да? Не знаю, я думаю, если в 2.30 мы начнем. Мы еще напишем, заранее. Да, заранее напишем, скажем. С католиками будем сейчас мероприятия. Будем сейчас с католиками. Сейчас, если у кого-то есть вопросы, ну, любые вопросы, да, не только касательно того, что сегодня прошли. Ну, там, крестный может быть, там, двоюродный мой брат, там, вот такие вопросы тоже могут быть. Ну, таких вопросов, конечно, чем меньше, тем лучше. Ну, ладно, крестный можно приобретать? Нет, у меня, слава Богу, есть уже крестный. Я хотела спросить по поводу того, что вот в послании сказано, что апостол Павел решил сам зарабатывать себе на жизнь, на пропитание. И я хотела бы спросить, допустим, вот священником, вот в каких профессиях можно работать и можно ли вообще работать в наше время? Ну, можно работать, если благословляет епископ, но это не должно быть какой-то бизнес или какая-то такая работа, которая основана на наживу только. Например, невозможно работать в банке, да, и быть священником. И вообще, даже работать в банке, это вообще уже не приветствуется. То есть, это не профессия такая, которая, есть желание помочь там банку, да, такое. Но он может ответить, ну-ка, товарищ, почему-то быть священником. Ну, это другое дело. Ну, я говорю, это такое может. Это может быть, но, конечно, церковь сама открывает. Давайте один человек ответит, один задаст вопрос. А тут каждый пытается ответить на это. Ну, например, врачом, я думаю, мешать никто не будет, если человек врач или учитель, например, да, или предагог. Вот. И так далее. Другое дело, что все-таки служба священника, она требует полной отдачи. Поэтому ты не можешь там, да, вот, Алик говорит, бить строителем, там, где-то там что-то строить, какой-то дом еще, и службу вести, потом каску одеть, пойти там над таджиками командовать. Вот. Ну, не получится все-таки. Даже врачом работать не получится или каким-то там, какой-то вот такой профессией бить тоже не получится. Потому что все-таки у священника, особенно здесь в Диаспоре, столько работы, что он заниматься двух, двумя делами не каждому данному. Двум господинам. Это другое дело. Что? Военным быть. Есть военные священники, которые служат в частях. А быть военным священником тоже. Ну, вот, вот ты офицер, например, да? Ну, как ты можешь служить? Ты сегодня, ты сегодня здесь служишь, завтра тебя отправят туда, третий день, третий год отправят на войну. А у тебя же служба. Они не совмещаются просто. А если вот человек-священник, и вдруг война началась там, а там надо служить, он не сможет сказать, я пойду на войну. Это другое дело. Это совсем другое дело. Ты не перестаешь бить священником тогда. И просто, я говорю, есть миссия такая, священники, которые служат в армии, и ты ее служишь в армии. К примеру, преподавательская деятельность, там, творческая деятельность. Вот этим священником может заниматься, например, да? Он может заниматься. Многие священники же преподают в институтах, преподают, да? Были священники, которые были врачами, были, например. Были священники, которые были учеными, которые сделали очень большие, например, открытия. Вот. Такое все было. Но, опять же, это бывает очень редко. Ну, редко бывает. Иначе все хотели бы, конечно, двумя профессиями. И, я говорю, не были, например, священники, да, эти, священники-купцы, например, в левости. Это уже смешно, да? Священники-бизнесмены, например. Вот Порошенко, например, он был. Священники. Вот. И видите, что от него получился. Потому что он и этот, ну, шоколадный зайчик, да, и еще и он служил в храме, типа, был чтецом. Хорошо. Да. Представляете, какой что от него вышел. Это карикатура уже. Поэтому лучше, чтобы он вообще никем там не был, а чем этот был еще этим и еще этим. Вот. То есть, это уже, ну, если есть такой, ну, не знаю. Юристы, ну, тут оветы там шепотом спрашивают, юристов могут убить. Я говорю, опять же, это такая профессия. Вот ты юрист, ты будешь защищать преступника на суде, да? А он действительно, он действительно убил этого человека. А ты его защищаешь, и он в суд выигрывает. И при том, ты еще и священник. Да, это вообще очень весело. Есть работа, которые все-таки идут под разрез. Да, конечно, могут не браться за это дело. Да нет такой работы, которая под разрез не идет. Духовная жизнь. Есть работы, которые могут способствовать. Но, опять же, лучше, конечно, чтобы священник был священника. Лучше, чтобы священник был священником. А может, у вас вопросы есть? Вот, вот, новенькие, первый раз, наверное, да? Может, у вас есть какие-то вопросы? Учитесь. Учитесь? Учите работники. А, вы, как раз, банковские работники. Банковские работники? Можете учить. Давай. Я не знал, что вы в банке работаете. Мы недавно встречались с православной церковью. То есть, понятно, для чего, чтобы укрепить наше общение между церквями. Вот это все. Почему мы встречаемся с католиками? Что? Для этого тоже, наверное, отлично. Я просто не очень понимаю. Мы просто общаемся с другими христианскими конфессиями. В этом ничего плохого нет. А почему не наш католикоз в ближайшее время встретит главу католических церквей? Наш католикоз вообще глава Всемирной Церковной Организации стал в этом прошлом году. Нет, в этом ничего плохого нету, если мы общаемся. Потому что христиане, тем более, мы должны друг друга воспринимать как братья и общаться друг с другом. Одно дело, что... Разногласия у нас есть. Когда мы общаемся, это не означает, что мы принимаем мнение друг друга. То есть, если мы сейчас будем общаться с католиками, это не означает, что мы примем без ошибочность папы. Или когда православными будем общаться, не будем принимать Хаткедонский собор. Нет. Мы поддерживаем христианство. Мы просто чисто общаемся, да. Люди же в разных национальностях или разных религиозных прорывах общаются. А зачем мы с христианами должны общаться? Мы открыты. Если мы правы, если мы считаем, что мы правы, нам нечего бояться и нечего изолироваться. Всегда изолируется тот, который действительно прав и для чего-то боится. Нам нечего бояться. Вот. Мы открыты ко всем. Рубен, вот ты хотел задать вопрос. Давай. 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 Близ святой литургии, когда пропускают, то есть, читают жамаму. Вот. И здесь... Брат, я тебе скажу, вот то, что ты вот читаешь, тут на самом деле не все есть. Еще красные книги есть, там еще больше пропускаются. Да, там очень много пропускаются. Там есть тайные молитвы, кроме этого. Это для прихожан, чтобы облегчить их. Задачу. Вот вопрос, почему пропускаем? Ну да, просто здесь, допустим, самих себя и друг друга Господу Богу Сделителю передадим. А, это во время... Ну, это не читают, вроде бы. Да. Много чего сокращается. Из-за времени сокращается? Из-за времени, из-за других. Потому что, если взять полную литургию, 4 часа сделать, не каждый прихожанин будет видяшиваться. Можно еще один вопрос? В монастырях монахи, они круглосуточно, например, это делают. Одно дело быть монахом, другие дело быть мирянином, понимаете? Поэтому и обременять не должно. Вы не должны идти, как веревка на шее, на литургию. Вы должны радостно идти на литургию. А если вот 4 часа стоять, не каждый человек... Вот этот один человек, да, он может быть 10 часов стоять, а другому человеку полтора часа уже. Вот так хватает, он устает, он еще не дошел. Поэтому церковь ведет навстречу, и некоторые вещи, они сокращаются, чтобы человек мог, в принципе, все-таки на литургии стоять, и не скучать, и не скушаться, и не зевать, и так далее, и так далее. И не потерять молитвенный вот этот контроль. Понятно дело, да? Вот. Поэтому мы это сделаем. Идя навстречу народу. Да, ну вот... И следующий вопрос. По поводу общей чины исповеди, когда читают, вот... Ну, непонятно, просто хотелось бы объяснить. Неродивость, это что имеется в виду? Неродивость? Полностью предложение читает. Первая камера с Андреем Желченко. Интересными желаниями, легкость, неродивость. Ну, это как нерадость чему-то, что... Нет, это неродивость, это другое. Послово родительное. Это людкомисленность, беспечность. Когда ты недостаточно обращаешь внимание на, например, духовные вещи можем взять. Да? Ты недостаточно, например, концентрировал, недостаточно внимательный, недостаточно стремителей. Вот это неродивость. Зевание подразумевается в виду, что... Зевание то же самое, когда... Зевание подразумевается лень, подразумевается расслабление, да. Потому что если молишься, еще и зеваешь при молитве, это уже говорит о том, что ты не молишься. Понятно, да? А вот многие подходят, спрашивают у меня, например, я вот прихожу в церковь, и сразу начинаю зевать, или начинаю плакать, и слезы приходят. Да. Ну, бывает. А что вообще? Ведь нечистота выходит, моя добра. Что? Нечистота выходит. Грехи выходит. Нечистота не выходит. Нечистота может сопротивляться просто тебе, чтобы... Поэтому вот начинаешь молиться, начинаешь зевать сразу. Вот ты можешь желтую прессу читать, очень увлеченно, ни разу не зевать. Как начинаешь наш читать, или Священное Пресание начинаешь зевать. Почему? Потому что зло сопротивляется, тебе не хочется, чтобы ты концентрировался. Вот. Этот момент, наверное, очень многие на себя это почувствовали. Это зло сопротивляется, да? Конечно. Да, это зло, которое... И мы очищаемся от грязи. Нет, когда мы зеваем, и этот, когда вот некое внутреннее сопротивление, которое не дает нам молиться или читать, чем духовным заниматься, это вот... Ну, а обычно откликает, чтобы мы не думали, ну, никак. Ну, и вот так тоже делает зло. Ну, так, когда ты зеваешь, ты автоматически отключаешься разу. Вообще, в чем физиологически суть зевания? Человек зевает для того, чтобы снимать напряжение. Это для расслабления человек зевает. Во время акта зевания, во время акта зевания, расслабления расширяются, мышцы расслабляются, да? И контроль над мозгом уменьшается. То есть человек сам себя разгружает. А для того, чтобы читать духовные вещи, надо концентрироваться. Молитва это что? Прежде всего, это внимание, концентрация. Понятно, да? То есть, да, он специально это делается, чтобы ты не мог концентрироваться. Вот и все. А слезы? Что? Ну, слезы тоже могут быть. Слезы могут быть. Подождите, подождите. Подождите, подождите. А вот зевание. Зевание, это же независимо от человека происходит, не правда ли? Как против этого бороться? Вот надо, значит, надо рот закрыть просто и бороться. Я могу быть вставшая до молитвы, если я прочитаю ее, я уже отдохнувшая после. Ну, такое тоже бывает. И я зеваю, естественно, всегда. Я тоже, когда начинаю читать, ну, получаешь энергию от молитвы. По-любому. Зевание, да. Ну, ты преодолеваешь самого себя. Вот это, когда хочется зевать, это, но ты преодолеваешь все равно, читаешь, да? Я не думаю, что зевание, а зачем мне, я даже не хочу этого. Нет. Я говорю, если ты, если ты зеваешь или ты не хочешь читать, но все-таки ты преодолеваешь себя, начинаешь читать, да, ты преодолеваешь, ты уже побеждаешь этот грех в себе. Понятное дело. И потом уже после молитвы чувствуешь, что ты зарядился чем-то положительным. Это тоже есть. Вы, наверное, чувствовали. Это все борьба. Понимаете? Легко ничего не удастся, не удается. Легко вы можете читать о жизни какой-то кинозвезды, да, тогда зевать не будете точно. Например, тогда никакого сопротивления внутреннего человек не встречает, да? Можете ВКонтакте сидеть, там листать, профили смотреть, картинки эти, инстаграм, туда-сюда. Не зеваем абсолютно. А как что-то духовное, ой, как я устал, все. Давайте дадим слово Анаит, то есть дадим слово, чтобы вопрос задать. Ну, Вараж Макханов, это как-то... Ну, ты-то об этом и говоришь. Ну, да, я поняла все. То есть вот надо перед сном молиться, а я так устал, я так устал, я же два часа только этот сериал смотрел. Давай-ка лучше я пойду посплю, да? А две минуты молиться, я уже устал. А то, что два часа бездельничал, я от этого не устал. А если после молитвы? А если после молитвы? Что? Ну, после молитвы сколько хочешь спеть, конечно. Надо же испать все равно. Не зевай. Что? Севать это же неплохо, это не месяц. Все, хорошо, я поняла. Зевайте сколько хотите. Зевайте. Зевайте. Так, после... Кроме зевания, еще вопросы? Спроси, давайте снова. Почему в Армении, именно в Кировакане, я на двух службах была, и там очень много сокращают. Просто если здесь два часа, то там полтора часа. Ну, это Кироваканцы. Они так медленно говорят, но надо сокращать, потому что они пока говорят, уже полчаса проходят. Поэтому они сокращают. Я, кстати, смогу, наверное... Ну, это я шучу, конечно. Например, в многих местах обычно зимой там очень холодно, они не могут стоять, они сокращают. Нет, да, это я знаю, мне говорили, что если человеку плохо или еще что-то, сокращают. А там не так. Ребята, я в Кировакане не был 15 лет, поэтому я не знаю, что эти кироваканцы там делают. Ну, может быть, они сокращают по каким-то соображениям. Я говорю, почему сокращают. Вихусрова, анзервацы, читали в моей книге вот это, что он говорит о сокращении службы? Вот читайте, он там на это все отвечает. Вот почему люди сокращают. А почему сокращают? Ну, сокращают из-за шкурных причин. Ну, отчасти сокращают, что идут навстречу народу, отчасти сокращают, потому что им лень просто только проводить службу. Вот. Могут быть только две причины. Нет, нет, что именно вот вторая. Других причин нету. Третья шуточная, я привел уже, но это шутка. Нет, нет, ну просто они, они, они просто полки, дурки, не считают. Так, так, что у вас такая привычка орают. Ну, значит, ну, значит, они вот так, у них такая плохая привычка. Хорошо. А в Нижнем Новгороде, да? Да, да, в Нижнем. Не помню, либо в Нижнем было, либо в Владимире, когда перед причастием мы поворачиваем свою спину к алтарю и отказываемся. Да, снимаем платки. Это в Нижнем Новгороде было. Да, почему мы так не делаем? И вообще стоит это делать? Вот сегодня, как раз я заметил, многие девушки сделали это, когда поворачивали спиной, отрекались от сатаны и головной убор снимали. Да, это не обязательно, ребята, головной убор снимали, не снимали. Да, кстати, в Кабахе тоже нам говорили, чтобы вы сняли. Ну, то есть Собел сговорили. Это не больше, чем традиция, да? Традиция просто. Многие, например, ладони, рук делают. Есть люди, которые вот так молятся. Это же тоже никакого. Ребята, молитесь, как хотите. Главное, чтобы не пришли из рамок приличий. А так молитесь. По этому поводу как раз Татха Иваций очень правильно говорит. Говорит, между церквями должна быть, вот то, что главные христианские принципы, должна быть полная радикальность. То есть там Святая Троица, Божественность Христа, Вочеловечивание Христа. Это все должно быть радикально. Что касается второстепенных, там, кто-то слева направо крестит, кто-то слева направо, справа налево и так далее. Кто-то там молится так, кто-то так, кто-то так, не знаю. Это вот второстепенное должно быть уступчивость, да, между церквями. И во всем остальном должна быть любовь, он говорит. Поэтому не обращайте внимания, кто что как сделает. Каждый по-своему, то есть должен быть. Я вам скажу, вот, руку, руку держат, так, когда отрекаются, потому что ладони должны смотреть в сторону алтаря. Если ты так будешь отрекаться от дьявола, это, конечно, не очень правильно. Ну, как хотите, да. Можете в карман положить, чтобы дьявол не видел ваши ручки. Почему сделано? Потому что в церкви должно быть благоговейное отношение ко всему, да, почитаемое. Чтобы не как попало, кто как хочет, что как хочет, сделало. Все-таки должны быть определенные эти общие какие-то традиции. Есть еще вопросы? Давайте, пожалуйста, скажите, что... Я уже вам рассказываю три часа. А как приятно слушать, Дарья Тимофеевна. Спасибо. Может, в Красногорск переехали, там, или что. Зачем? Есть по избу. А там же немножко слушать. Все, так что будем читать послание к Тимофею. Да, в следующий раз вот послание к Тимофею. Может быть, мы и два послания успеем в следующий раз? Может быть, да. Там они короткие. Тогда, если смотрите, послание к Тимофею, два послания почитайте. В следующий раз будем это изучать. Внимание, процесс внимания. Не устану. Нет, тут и не про внимание, я прикладываю. Гарик. Гарик. Давид. Блин, ты вот со всеми этим выкладываешь? Это...